Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Он озвучил значимые достижения 2021 года и рассказал о ближайших планах развития Подмосковья. Подробности в материале моих коллег. «Власть для человека» – такое название дал своему юбилейному 10-му обращению губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В своём выступлении глава региона неоднократно отмечал необходимость взаимодействия властей с жителями. Не случайно мы в своей работе буквально с первого дня провозгласили ряд принципов. Смысл главный из этих принципов – житель всегда прав. Здесь прежде всего подразумевается то, что власть, муниципальное, региональное, учреждение в этой парадигме должна сделать всё, чтобы уделить внимание, помочь. Все льготы и социальные выплаты, которые получали жители Подмосковья в 2021 году, сохранят и в этом году. На эти цели в бюджете региона заложено более 80 миллиардов рублей. Кроме того, в 2022 году вступят в силу новые меры социальной поддержки. Старшее поколение в зоне нашего постоянного внимания. Вы знаете, что президент с 1 января этого года на 8,6% поднял пенсию. Мы со своей стороны должны позаботиться о тем, кто старше 65 лет, кто живёт один, кто испытывает сложности с маленькой пенсией. Таких у нас 33 тысячи человек. И доплату мы им сделаем до 17 тысяч рублей. Ещё одна категория граждан, которая всегда в поле зрения властей – семьи с детьми. На их поддержку из регионального бюджета выделено 35 миллиардов рублей. В настоящее время в Подмосковье действует 20 льгот для семей с детьми. Чем сейчас занимается наш социальный блок? Он занимается тем, чтобы все эти 20 льгот каждая семья могла получать или проактивно, как говорит наш президент, не заморачиваясь, извините за простоту речи, со справками, прикреплениями, хождениями то в одну, то в другое учреждение. В 2021 году Подмосковье заняло первое место в России по развитию малого и среднего бизнеса. Несмотря на пандемию коронавируса, в регионе стартовало 450 инвестиционных проектов. Это говорит о том, что Подмосковье привлекательно для бизнеса. Кстати, хочу сказать, что 36% оборота регионального обеспечивает 30% малого бизнеса. Я здесь хочу обратиться еще раз персонально к главу муниципалитета. И об этом написал в ответе на ваш отчет. Поиск резидентов, поиск новых компаний для нас является приоритетной задачей. Здравоохранение – еще одна тема, на которую Андрей Воробьев обратил особое внимание. Наряду с открытием новых больниц и поликлиник в 2022 году в Подмосковье увеличат мощности службы региональной скорой медицинской помощи. Среди приоритетных задач – модернизация медицинского оборудования. Мы работаем над тем, чтобы вся эта работа была реализована заметно в большом объеме. В этом году мы 100 единиц тяжелой техники покупаем. И, соответственно, в ближайшие, как я уже сказал, годы полностью уйти от безнадежно устаревшего оборудования. Для того, чтобы привлекать высококвалифицированных врачей, в Подмосковье действует несколько программ. Если медработник приезжает из другого региона, то аренда за жилье в размере 20 тысяч покрывает государство. Кроме того, врачам выдают земельные участки под строительство домов. В этом году вступят в силу новые меры поддержки. Есть программа «Приведи друга». Если врач приглашает в Московскую область, то он получает соответствующую выплату. Это выплата в размере 30-50 тысяч рублей. Мирило развитие страны и качество жизни – это образование. За ближайшие три года власти Подмосковья планируют построить более 100 школ и 100 детских садов. С 1 января всем учителям и воспитателям подняли зарплаты на 5 тысяч рублей, а младшим воспитателям на 2,5 тысячи рублей. Я хочу предложить с 1 сентября сделать еще одно повышение, особенно тем школам, их у нас, слава богу, абсолютное большинство, ну или большинство точно, которые находятся в зеленой зоне. В своем обращении губернатор упомянул и люберцы. На территории городского округа реализуется несколько дорожных масштабных проектов. Реконструкция Октябрьского проспекта и участка трассы М5 «Урал» в обхода поселка Октябрьский. Проектирование и строительство дублера Егоревского шоссе, а также строительство автомобильной трассы Лыткарина-Томилина-Красково-Железнодорожной. Без взаимодействия с правительством, без поддержки президента страны и без конкретной поддержки губернатора области на территории муниципалитета особо ничего не сделаешь. Поэтому, если мы говорим про решение «Урал-5», то это было решение президента России. А если мы говорим об Октябрьском проспекте или дублера Егоревского шоссе, то это было решение губернатора области, потому что это все стоит больших денег. Глава региона не оставил без внимания и вопросы, связанные с ЖКХ, благоустройством и экологией. Рассматривая каждую тему, губернатор Московской области дал своим коллегам ряд поручений. При этом подчеркнул важность командной работы в тесном сотрудничестве с жителями. Луиса Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.